Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 апреля, день Иосифа, назван в честь преподобного отца Иосифа, песнописца и творца канонов. С детства он полюбил пост и воздержание, не искал вкусных явств, питался лишь хлебом и водою, да и то вечером. Божественное писание изучил успешно. За свою твердость и веру от ангела он получил свиток. Взял этот свиток, прочитал и съев, радостно сказал, как сладки гортони мои, слова твои, лучше меда устам моим. После этого он начал писать каноны, священные гимны. В народе этот день называли Осипом и ольховыми сматринами. В этот день было принято оказывать особое почитание ольхе. И все потому, что считалось это дерево целебное. И действительно ольха, и его содержит в себе горечь, из которой был впоследствии получен антибиотик аспирин. Ольховые сережки предсказывали отличный урожай зерновых культур. Также на Руси из ольхи изготавливали срубы для колодцев. И сегодня начинали подыскивать подходящие стволы деревьев для этой цели. В этот день ждали прилета журавлей, после чего считали, что весна вступила в свои права. В народе считалось, что в день Иосифа голос свой подает журавль и сверчок. Журавлей считали защитниками от бед и зол, поэтому им молились о защите от сильных ветров и разного худа. Приметы. Запел сверчок, значит пора ехать в поле работать. Ольха усыпана сережками, жди богатого урожая овса. Если восход солнца золотисто-розовый, погода в ближайшие дни будет очень хорошая. Береза распустилась раньше ольхи, лето будет засушливым. И наоборот. Если сегодня дождь пошел, весна будет ненастной. Ветер сегодня дует с севера, жди дожди. Если дует с юга, хорошо будут яровые расти. Много березового сока, лето будет ненастным. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот. Молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот. Ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое. Свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных сред. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности. То есть энергия находится в пищеварительных органах. От работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, явночные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!